Важный выбор в Бавруйске прошло выдвижение кандидатов в Совет Республики. Очень много работы предстоит. Кто представляет Могилевскую область? Лживая забота. Жительница Кричева обокрала пенсионерку с инвалидностью. Сообщила дочери пенсионерки о пропаже денег. Сколько она жила на доверии? Свежий подход. Градообразующее предприятие Бавруйска провело диалог с учащимися городом. Дать им такой импульс в том направлении, где нужны профессии. Чем заинтересовывают ребят? А также продвижение отечественного, меры профилактики и начало сезона. Посевная в Беларуси набирает обороты. Какие планы? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко подписал указ о совершенствовании порядка предоставления семейного капитала. Документом предусматривается введение дополнительных факторов для досрочного использования средств на улучшение условий проживания. Например, отсутствие в собственности жилья общей площадью 15 квадратных метров и более на одного человека. Кроме того, урегулирован вопрос оказания медуслуг за счет семейного капитала. Их могут предоставлять только государственные учреждения здравоохранения. Жизнь показывает, мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет практически в два раза. Сегодня в стране этих многодетных семей более 115 тысяч. Механизм программы работает и работает эффективно, а значит, надо его развивать дальше. Сейчас в Беларуси открыто свыше 135,5 тысяч депозитных счетов семейный капитал. Суммы немаленькие – 826 миллионов долларов и более миллиарда рублей. Выплаты, напомним, назначаются многодетным при рождении или усыновлении удочерений третьего либо последующего ребенка. В Кричеве сотрудники уголовного розыска задержали местную жительницу, которая похитила сбережения у 81-летней женщины. Следствие установило, на протяжении недели она помогала по хозяйству престарелой женщине с инвалидностью. В один из дней увидела в серванте картонную коробку со сбережениями в 2 тысячи рублей и 7 тысяч долларов и похитила их. Вскоре пенсионерка решила в очередной раз пересчитать деньги и обнаружила пропажу. Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленница сама сообщила дочери пенсионерки о пропаже денег. А когда она позвонила в милицию, то выбросила деньги в уличный туалет, оставив при себе только 4 тысячи долларов. За кражу, совершенную в крупном размере, следователями возбуждено уголовное дело. Промышленный туризм, приоткрытая завеса и забота о важном. Ко дню победы ветераны Беларуси получат повышенную матпомощь. О каких суммах идет речь? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Пассивная в Беларуси набирает обороты. К сельхозмарафону присоединились все области. Технические культуры, в том числе рапс, лен-долгунец и сахарная свекла, займут почти 200 тысяч гектаров полей. Под зерновые и зернобобовые в планах отдать свыше миллиона. Картофелю отведено 17 с половиной тысяч. Ко дню победы ветераны Беларуси получат повышенную матпомощь. Выплаты будут производиться с 25 апреля по 4 мая, размер от 1 до 4 тысяч рублей. Наибольшие суммы предусмотрены для инвалидов и участников Великой Отечественной, а также тем, кто сражался в боях против японской армии. В 2024-м отечественные предприятия примут участие в более чем 100 зарубежных ярмарках и выставках. Беларусь представит свою продукцию на всех континентах. Активнее всего продвигать товары экспортеры планируют на рынках России, Китая, стран СНГ, арабских и африканских государств. Благодаря яркой демонстрации и прямым переговорам с покупателями экономический эффект от площадок высок. Белорусская железная дорога запустила акцию «Дети и безопасность», которая продлится по 22 марта. Работники проведут профилактические беседы в учебных заведениях и на предприятиях. Кроме того, будут организованы специальные рейды. Внимание направлено на юных граждан, находящихся без присмотра взрослых вблизи путей, а также на вокзалах, станциях и в поездах. Промышленный туризм активно развивается в республике. В прошлом году отечественные предприятия посетили более 200 тысяч человек, на треть больше, чем в 22-м. Такому ажиотажу поспособствовали широкая информационная работа, а также наращивание туристической инфраструктуры, повышение качества сервиса и участие в различных выставках и форумах, которые активно продвигают отечественный бренд и продукцию. Кто за? Выдвижение кандидатов в Совет Республики прошло в Бобруйске. На заседании присутствовали 8 депутатов местного совета, а также представители горисполкома. Все единогласно проголосовали за Виктора Ананича, председателя правления Беларусьбанка. На плечи кандидата возложена большая ответственность представлять Могилевскую область. Присутствующие отметили не только рабочие достижения избранного, но и личные качества. Очень-очень много работы предстоит, и действительно это работа, это не прогулка, быть в парламенте. Поэтому, уважаемые земляки, говорить можно очень много, есть о чем говорить. Но, если получится так, что я буду избран в Совет Республики, безусловно, я как работал, представлял город свой родной Бобруйск. Хотя для меня вроде как и вся страна родная, потому что стараюсь по возможности, в принципе, побывать везде. И по работе своей основной, ну и по депутатской. Но, тем не менее, родина малая, она всегда остается родиной в душе. Поэтому буду ее достойно представлять. Я думаю, что вам за меня не будет стыдно. Кандидатом в члены Совета Республики может стать гражданин, имеющий белорусское гражданство, достигший возраста 30 лет, а также проживший на территории соответствующей области не менее 5 лет. Выдвижение завершится 21 марта, после чего решения будут переданы в ЦИК Белоруссии. Юность в сапогах. Весенний призыв в Бобруйске продолжается. Планируется призвать на срочную военную службу около 300 юношей. Виталий Гаврусев пообщался с теми, кому предстоит отдать долг родине. Мероприятия весеннего призыва 24-го проходят в плановом порядке. Сроки, установленные законодательством. В целях поддержания боевой готовности вооруженных сил предусматривается призвать на срочную военную службу и службу в резерв молодых людей, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. К началу лета призывников уже отправят в воинские части страны. Сейчас юноши проходят медицинскую комиссию, также проходят профессиональный отбор по каким родам войск они будут служить. В свои 18 Максим Иваненко – студент механика технологического колледжа, слушатель автошколы ДОСАВ. В марте ему предстоит защитить диплом, получить права категории С и повестку для прохождения службы в рядах вооруженных сил. Именно армейская жизнь позволит ему стать не только самостоятельным, но и обрести крепость моральную и физическую. Мужчине стоит сменить среду, чтобы стать лучшей версией себя. Дед у меня служил, воевал. Получается, отец и его брат тоже служили. Вот, можно сказать, иду по их стопам. Станислав Кравцов – разносторонняя личность. Увлекается музыкой. Своей физической подготовки уделяет большое значение, так как поставил для себя цель – служить в воздушно-десантных войсках. Предстоящая служба не пугает. Направили меня в 103-ю воздушно-десантную бригаду в городе Витебске. Ну, считаю, что да, выдержу, все нормально будет. Чтобы закалить свой характер, отдать долг родине. Ну, и войска у нас самые лучшие. Синюокое – суверенное государство, в котором надежно обеспечены мир, стабильность и безопасность. Это величайшее достижение белорусского народа. Поэтому нам есть, что защищать. Вооруженные силы делали и делают все, чтобы на нашу землю никогда не пришла война, а мирный труд белорусского народа был надежно защищен. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360. Акцент на будущее. В Бобруйске представители Белшина провели беседу с учащимися города. Профориентационная встреча прошла на базе средней школы номер 6 при поддержке управления по образованию горисполкома. Участниками стали ребята, мотивированные проходить обучение на условиях целевой подготовки в механико-технологическом колледже, чтобы после учебы прийти работать на градообразующие предприятия. На диалог пригласили девятиклассников из разных школ города вместе с родителями. Вот именно такая встреча, которую сегодня организовали представители Белшины, она как раз-таки должна направить школьников и их родителей, соответственно, дать им такой импульс в том направлении, где нужны профессии для производства, то есть более востребованное, то есть профобучение. Поэтому Белшина на этом не будет, конечно, останавливаться. Это сегодня у нас первое, которое состояло собрание, но еще намечены четыре впереди. У молодых специалистов есть очень много плюсов на предприятии, начиная с медицинского страхования, заканчивая мероприятиями различными, поездками, экскурсиями и так далее. То есть это не только про работу, а также про новое знакомство, помощь друг другу, обретение каких-то новых навыков, качеств. На встрече была представлена информация о производственном процессе и особенностях рабочей деятельности. Организаторы детально и увлекательно рассказали о востребованных специальностях на предприятии Белшина и преимуществах труда для молодых специалистов. Для старшеклассников выбор профессии – это серьезный и важный этап в жизни каждого человека. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА